Фасад, раскрашенный в яркие цвета, теперь ничем не напоминает унылую серую внешность, которая была раньше. Депутата у школы встречает директора Елены Елина и делится радостью. И вот буквально в мае месяце начались аукционы по поводу сразу такого масштабного капитального ремонта, как внутри школы, первый, второй, третий этаж, так и фасадов. На внешний и внутренний ремонт выделили 30 миллионов рублей. Теперь единственная в поселении школа, где учатся 690 человек, в буквальном смысле слова, обрела вторую жизнь. Поинтересовался депутат и у самых главных хозяев обновленного здания, какие у них впечатления от ремонта. Ответ был предсказуемым. А что здесь было для ремонта? Здесь было мрачные стены. Да? Все, а после ремонта все это просветело. Посветело? Да. Лучше стало? Да. Ремонту в школе рады и дети, и родители, тем более, что для большинства из них обновления стали большим и приятным сюрпризом. На 1 сентября пришли, я второго ребенка в школу привела, первый класс, и очень удивились, потому что я даже, в принципе, живу вот рядышком, но не слышала, что ремонта. Когда пришли, такая красота замечательная. Но в следующем году школа сможет принять еще больше учеников. Рядом с учебным заведением возводится пристройка для начальных классов. Школа переполнена, и нам необходимо начальные классы полностью, начальную школу вывести в новое здание. Поэтому эта пристройка к основному зданию с перестопленным, с теплым переходом. Здание возводится одним из местных застройщиков. То есть бюджетных денег на пристройку не будет потрачено ни копейки. Ходом работ на стройке и проведенным ремонтом депутат остался доволен. Были выделены средства, и сегодня видим какая-то прекрасная школа. Тем более еще есть хорошая перспектива. Сзади строится большая пристройка, что позволит совершенно разгрузить школу. Визит в школу для депутата Московской областной думы Владимира Жука был рабочим. Подобные поездки он проводит регулярно с целью контроля за расходованием средств, выделяемых на ремонт. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Сергей Ларин. Видное ТВ.